Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как построить небольшую поилку для ваших муравьев, которую вы можете поставить на арене или же в самом фармикариеве, если у вас хватит места. Для начала нам понадобится шприц на 20 мл, обычная пэд-бутылка и, собственно, желание сделать что-то из этого. Прежде всего убедитесь, что ваш шприц совпадает по диаметру с горлышком пэд-бутылки, как показано в видео. Ну и после этого можно приступать. Для начала вам нужно будет отрезать верхушку шприца, как это сделал я. И также надо будет отрезать низ у шприца, вот здесь были две такие ручки, вы знаете. В общем, отрезал я их и после этого я взял шток у шприца и отрезал около 3 см от верхушки. Как вы видите на видео, это нужно для того, чтобы шприц не перекашивался, извините, не шприц, а шток не перекашивался в самой трубке шприца. То есть вот эта вот часть будет его удерживать в середине шприца, когда мы его ставим, когда мы ставим шток вот таким образом. То есть он не перекосится и вода не протечет вниз на арену и не затопит вам ни арену, ни формикалин. Вот эта нижняя часть отрезанная, нижняя часть штока будет находиться в воде. Окей. На этом этапе мы, в принципе, можем продолжать подготавливать детали для нашей поилки. Возьмемся за крышку. От крышки я отрезал около 1 трети, от ее юбочки, если можно так сказать, и получилась вот такая невысокая крышка от нашей подбутылки. После этого я также убрал фрагменты резьбы, которые находились внутри этой крышки. Вот здесь. Сейчас попробую показать поближе, чтобы было виднее. Вот. Так. Вот. Если вы видите, здесь остались даже следы от моего ножа. После того, как я убрал эти фрагменты резьбы, чтобы вода легче вытекала наружу, вернее не наружу, а оставалась на уровне этой крышки, я отрезал горлышко от подбутылки. Просто взял ножовкой и отрезал буквально там, где резьба заканчивается. Также после того, как я отрезал горлышко от подбутылки, я сделал вот два таких выреза в этой горловине, также убрав резьбу или фрагменты резьбы снаружи, чтобы дать воде легко проходить в этих местах. Сейчас я объясню, для чего нужны эти вырезы и почему я убирал резьбу. Так. Ну, в принципе, все детали у нас готовы. Теперь можно собирать нашу паилку. Упс. Окей. Рекомендую начинать сборку паилки с верхней части шприца, поскольку диаметр у шприца сверху немножко меньше, чем диаметр внизу у рукояток шприца. Вот так вот. Ну и теперь мы наливаем воды внутрь шприца для демонстрационных целей я добавлю только немного. Еще раз повторюсь, что шток будет у вас в воде полностью, скорее всего. Это не страшно, это абсолютно нормально. Теперь я доливаю воды в шприц и все, что нам осталось сделать, это просто закрутить крышку. Вот таким вот образом. После этого мы переворачиваем шприц и, как видим, вода не вытекает. Важно, чтобы края вырезов у нас совпадали с краями крышки. Вот таким вот образом. Тогда вода не протечет наружу и ничего не зальет вам ни фармикалию, ни варенье, но и также будет доступно для муравьев. И будет автоматически доливаться до этого уровня по мере расходования воды вашими муравьями. Высота шприца около, наверное, 5-7 сантиметров и, наверное, даже больше. И, к сожалению, эта поилка совсем не подходит для моей маленькой арены, как вы видите здесь, подключенной к моему фармикариуму. Но я планирую использовать эту поилку на большой арене. До того я использовал вот этот маленький шприц на маленькой арене, но он не сработал хорошо, к сожалению. Поэтому он будет заменен вот такой вот штукой на большой арене, которую я строю сейчас. Вот как бы и все. Еще одно дополнение. Я бы порекомендовал вот сюда положить ватный турундик или просто натолкать ваты, чтобы ваши муравьи не тонули в воде и чтобы они не попадали внутрь поилки и не утонули внутри. На этом все. Спасибо за внимание и счастливого содержания муравьев. Спасибо за внимание.